Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, друзья. Проблемы беженцев по-прежнему продолжают оставаться настоящим вызовом для международного сообщества. Подтверждение этому кризис в Украине и массовый наплыв беженцев и мигрантов в Европу. Для приграничных Гомельщин эта тема не менее актуальна, чем не повод для разговора. С удовольствием представлю гостей студии. Заместитель начальника управления по гражданству и миграции ВД Гомельского облсполкома Андрей Шарманов. Андрей Николаевич, добрый вечер. Рады видеть вас. Представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь Жан-Ив Бушарди. Жан-Ив. Добрый вечер. Добрый вечер. И советник по правовым вопросам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь Тимофей Солодков. Тимофей, добрый вечер. Итак, 20 июня мировое сообщество отмечает День беженцев. Я так понимаю, это одна из инициатив ООН, призвано обратить внимание мирового сообщества к проблемам беженцев. Да, как вы знаете, каждый год мы celebrate World Refugee Day, все равно в мире. В факт, это специальный день для того, чтобы помнить и быть уверены в республике ситуации вокруг него. Да, действительно, вы правы. Это дата, которая отмечается ежегодно. Между прочим, она отмечается по всему миру. И основные цели, это, во-первых, действительно повысить осведомленность о проблемах беженцев по всему миру. Сделать акцент на те ситуации, которые влекут за собой массовый исход людей. И, конечно, призвать людей сильнее, больше обращать внимание на этот вопрос. И, соответственно, предоставлять большую защиту беженцам и другим лицам, которые находятся в компетенции управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Этой весной представители ООН неоднократно бывали в Гомеле. Какие объекты удалось посетить? Да, действительно, вы правы. Мы приходим на регулярную базу к Гомеле. Гомеле является очень важным регион для УНХР. Потому что Гомеле, особенно в свету и украинской войны, получил много Украинцев. И, конечно, из них, некоторые Украинцы попросили в ассалуме и становились refugees здесь. Поэтому это очень важная регион, потому что Гомеле находится в вторую большую комиссию украинской комиссии после Минск. Я имею в виду, люди приходят из Украины и украинские конфликты. Другая причина, что вместе с Минстором и Минстором, в 2014 и 2015, мы создали проекты, очень важный. В факт, Беларуси были единственные, которые разрешили расширить сырянные семьи. Итак, мы успеем расширить три сырянные семьи, около 18 человек, я думаю, или 16. И это был успешный проект. Конечно, мы должны быть очень внимательными, потому что эти люди сейчас должны быть интегрированы в Беларуси. Так что один из них есть фармакист, другой другой работает в ресторан, и второй хочет начать свой свой бизнес. Итак, мы пытаемся им поддерживать их в лучшие способности, по крайней мере, в качестве языка. Но и также мы преимущественно помогаем других семей, чтобы они получат работу и будут интегрированы в Беларусьском социите. Да, действительно, Гомель для нас является особым регионом, поскольку помимо общей деятельности с беженцами, с теми, кто только приехал и ходатайствовал в предоставлении защиты в Беларуси, У нас в том числе есть и специальный проект. В этой связи я говорю об совместной инициативе УВКБ, ООН и Министерства внутренних дел, которая реализовывалась в 2014-2015 годах. Благодаря поддержке государственных органов, в частности, мы очень благодарны коллегам из Гомельского управления по гражданству и миграции, мы смогли в рамках специальной программы переселить три семьи беженцев из Сирии. Это было отобрано 14 человек, один ребенок еще родился уже, когда семьи приехали сюда в Беларусь. Мы предоставили им жилье, они начали уже свою процедуру адаптации, у них появилась возможность доступа к языковому обучению, они начали свою новую жизнь в Беларуси. Конечно же, в данный момент мы сконцентрированы на том, чтобы оказать всемирную поддержку для того, чтобы эти люди смогли эффективно интегрироваться в белорусское общество. И плюс к этому мы также обращаем внимание и работаем с другими беженцами, с других государств, которые находятся на территории Гомельской области. В контексте кризиса в Украине хочу отметить, что Гомельская область, если я правильно вспоминаю, на территории Гомельской области находится вторая по численности населения, вторая по численности община украинцев, которые приехали в Беларусь вследствие существующей кризисной ситуации в их стране происхождения. И вот эта компоновка всевозможных нашей деятельностей с акцентом на текущий кризис в Украине, вот этот специальный проект по сирийцам, говорит о том, что мы достаточно часто посещаем Гомельскую область в последнее время. Кстати, у нас есть видеоматериал в тему разговора. Прошу внимания на экран. В городском центре социального обслуживания семьи и детей беженцы получают временное убежище. Здесь они могут проживать до года. После ООН помогает с поиском жилья. Главная проблема, которая мешает быстрой интеграции – языковой барьер. С целью его преодоления в Гомельском государственном университете имени Франциска Скайрина организовали бесплатные курсы по изучению русского языка. Марина Колбая с семьей приехала в Гомель из Грузии в 1995 году. Женщина утверждает, что сейчас беженцам гораздо проще. Сегодняшние условия нельзя сравнить с теми, что были 20 лет назад. Я считаю, что приезжаешь, обязательно надо уважать то традиции, то все, которые есть уже в этой стране. Уже ты приехала, потому что если не нравится, надо уехать назад. Если нормально, тогда надо привыкнуть к тому, что надо жить так, как они живут, потому что по-другому никак не получится. Проект, который сейчас реализуют в Гомеле ООН – помощь семьям переселенцам из Сирии. Вместе с языковым барьером для них существует проблема трудоустройства. И не потому, что эти люди не хотят работать. Часто подтвердить специальность нельзя из-за отсутствия необходимых документов. Человек имеет образование шеф-повара, но у него утеряны лицензии и документы, подтверждающие это. Ему сейчас нужно будет заново проходить какие-то курсы, где нужно подтвердить это все. Конечно, сложно, когда человек имеет профессию в руках, но не может трудоустроиться только потому, что у него нет документации. Деньги, которые поступают, пойдут не только на обучение, на какие-то бытовые моменты, но и в том числе на восстановление документов. Организации Объединенных Наций намерены и дальше оказывать активную помощь людям, которые по разным причинам были вынуждены покинуть родной дом. В первую очередь это связано с повышением качества условий проживания. Мы стремимся к тому, чтобы условия жизни были лучше, в особенности беженцев, с которыми работаем. Это лица нашей компетенции. Мы можем оказывать, конечно, наиболее уязвимую помощь по размещению, оплату по жилью, чтобы они смогли как-то удовлетворить свои потребности в жилищных условиях. Одним словом, мы стремимся к лучшему и мы всегда даем себе отчет в том, что нет предела к совершенству. Также представители ООН приняли участие в открытии проекта «Выбор». Он посвящен жизни семей украинских переселенцев. На 17 фотографиях обычные люди, которые, спасая собственную жизнь, приехали на Гомельщину. Вместе со снимками проникновены истории. В каждой семье они разные, однако их объединяет общая беда. И несмотря на тяжелые испытания, они смогли начать жизнь снова в Беларуси, которая для всех стала вторым домом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Было создано кризисное отделение, пункт временного размещения, психологической и социальной адаптации беженцев. Данное отделение было открыто за счет средств, выделенных Управлением Верховного комиссара по делам беженцев. В октябре 2008 года туда уже были заселены граждане Ирана. То есть это один из примеров сотрудничества плодотворного с ВКБ? Да, это был совместный проект, который был реализован, успешно реализован. С начала открытия данного центра в нем побывало уже больше тысячи вынужденных мигрантов. Процентов 80 составляет граждане Украины. Хорошо, а какие условия там созданы для вынужденных переселенцев, для переселенцев и беженцев? Условия там созданы нормально. Там одновременно может находиться 28 человек, имеется 5 спальных комнат, имеется кухня с современным оборудованием, столовые принадлежности, также имеется прачечная, душевая, имеется там для детей игровая комната, где дети могут увлечься играми. Для взрослых имеется тренажерный зал, где они там могут воспользоваться занятия по тренажерам. В данном центре имеются специалисты, как юристы, там же есть психологи, социологи, которые создают условия для обеспечения интеграции и адаптации беженцев в нашу жизнь. Вот интересно, какой период времени могут находиться иностранцы в этом кризисном центре, и в том числе белорусы? Вынужденные мигранты, которых имеет затруднение в поселении, мы направляем в данное кризисное отделение, пункт временного размещения и адаптации беженцев, на срок рассмотрения ходатайств. Как правило, сроки рассмотрения ходатайств составляют до 6 месяцев. В случае, если продлевается рассмотрение сроков их ходатайства, то продлевается их нахождение там. Что дает гражданам статус беженец, и что необходимо для получения этого штампа в паспорте? В соответствии с действующим законодательством, предоставление статуса беженства иностранному гражданину, который должен находиться на территории Республики Беларусь, и в силу обоснованных опасений, которые может стать жертвой преследования в своем государстве, имеет по пяти признакам предоставлять. То есть по вероисповеданию, гражданству, национальности, а также принадлежности к какой-то социальной группе населения, или политическим взглядам может быть предоставлен статус беженца. Хочу добавить к тому, что сказал Андрей Николаевич. Важно то, что, во-первых, люди, получившие статус беженца, их документируют, они получают удостоверение беженца. Предоставление статуса беженца дает основание человеку получить разрешение на постоянное проживание, то есть сразу же. И в последующем документ видно жительство. Если человек хочет в последующем путешествовать за границу, он может по отдельному заявлению получить проездной документ, ну, соответственно, он соблюдает все нужные, необходимые административные процедуры. То есть он документируется должным образом, у него есть, что немаловажно, защита от возвращения на родину. И что очень актуально для многих беженцев, во всяком случае, я могу говорить за тех людей, с которыми мы встречаемся в рамках своих поездок, это конфиденциальность информации. Согласно действующему законодательству, международным стандартам, которые соблюдаются в Беларуси, вся информация, которая говорится беженцам, сотрудникам миграционной службы, и нам, она остается только между нами. Без их открытого согласия, а никому... Что важно достаточно. Да. То есть, например, в страну их происхождение информация не пойдет. И многие люди действительно высказывают об осенне на этот счет. Поэтому это один из ключевых видов консультирования, которые мы сразу же обозначаем людям, с которыми мы встречаемся. Кстати, о проблемах беженцев в Беларуси, да и, конечно, в приграничной Гомельской области. Говорю сейчас о переселенцах и беженцах из Украины. Когда в Беларусь и в наш регион впервые приехали переселенцы из Украины, и насколько оперативно сработали все заинтересованные службы, организации, объединения? Массовое прибытие граждан Украины это произошло в 2014 году. Если брать согласно статистике, то в 2013 году к нам обратились в органы внутренних дел более 4600 граждан Украины. Но если уже брать 2014, то это уже более 15 тысяч. Что немалая цифра? Да. На базе Гомельско-областного исполнительного комитета была создана межведомственная комиссия. Во главе заместителя председателя Гомельско-областного исполнительного комитета Привала Владимира Александровича. В межведомственную комиссию входят начальники управления образованием, здравоохранения, а также управление внутренних дел. Если смотреть по гражданам Украины, которые обратились в управление по гражданству миграции с предоставлением статуса беженца и дополнительной защиты, то в 2014 году обратилось 66 граждан. В 2015 году 201. В настоящее время уже обратилось 28 граждан Украины. Пока мы не можем говорить по 2016 год, потому что прошло только малый промежуток времени. И, ну, настоящее время, но массового приезда граждан Украины нет. Могу лишь отметить, что когда были пиковые обращения в прошлом году, то они в основном приходились на вторую половину года. То же самое характерно было для 2014 года. А с чем это связано? Разные события. Если я, конечно, не хочу быть каким-то предсказателем, но очевидно, что в контексте кризисной ситуации в Украине это, конечно, было связано с интенсификацией вооруженных действий, боевых столкновений, которые там происходили на юго-востоке страны. Безусловно, потоки вынужденных иммигрантов были из-за этого. Вспоминая кризис, военный кризис на Украине, в соседней и близкой для каждого из нас стране, в Беларуси все службы сработали достаточно грамотно и скоординировано в этом направлении, чтобы помочь конкретным семьям. Я думаю, что, конечно, это был важный вопрос для Беларуси, чтобы получить такой инфлукс из людей в очень короткое время, потому что я думаю, что интенсивная борьба началась в сентябре 2014. So, during the summer 2014, there were a large number of people from Ukraine coming to Беларуси. One of the immediate, I would say, initiative taken by Belarus was, of course, the decree 420 or 480, 420, which was providing some kind of benefit to Ukrainian population fleeing in the east of Ukraine, so access to school, access to medical health, access to employment. So, of course, this was a major element to facilitate the access of the population to Belarus and to integrate them into the country in a very quick basis. So, I would say that this were the major element, in addition to the work of our colleagues in the region, Ministry of Interior, of course, the Red Cross, which was crucial for their assistance, and for us, where the people who wanted to apply for asylum were assisted by our agency. Yeah, indeed, you all верно отметили, that people, people, people from Ukraine, people from Ukraine, people from Ukraine, they came in a large number, in a very short period. And, indeed, in 2014, it was a serious cause for Belarus in the whole, and for the government, working directly with these categories, in a very short period of time. The first thing that was done, one of the first steps that was made to answer, to answer, if so, can you say, on this call, it was the decision of the president's указ number 420, which was oriented to the people of Donetsk and Lugansk region of Ukraine, which, I think, in a very high level, improved the position of the people of Ukraine. It is, we have discussed this in the way, about the opportunity to receive the permission of the person and the constant-of-inflation period, and the best-of-inflation period for the people who could be able to pay for, and, so, that they can be able to be able to hold themselves, and the best-of-inflation period for the people of Lugansk region of the school, and the best-of-inflation period for the people of Lugansk region of the state. То есть все то, что особенно важно людям, которые только приехали в новую страну и хотят адаптироваться здесь как можно быстрее. Плюс, конечно, мы не станем отрицать того факта, что во многом было достигнуто хорошие результаты за счет хорошей координации деятельности между всеми заинтересованными организациями. В этом вопросе мы ведем речь и о госорганах, в частности, Управление по гражданству и миграции, системы МВД, которые занимаются вопросами миграции и вынужденной миграции. Это и наши партнеры числа неправительственных организаций, предположим, например, без Белорусского общества Красного Креста, которая взяла на себя достаточно большие нагрузки, скажем так, по помощи этим выходцам, мало бы что смогло получиться. Была координация, короткие сроки, тем не менее, было найдено решение, считаю, что был достигнут хороший, приемлемый результат. Кстати говоря, жители каких стран чаще всего выбирают Беларусь в качестве странного убежища? Это хороший вопрос, потому что мы много говорили о Украине, но мы не должны забыть о других странах. В общем, в целом, неправильно, конечно, люди применяют асилумы, люди, которые приходят из страны, где мы имеем конфликт. So, after the Ukrainians, the second country where we receive asylum is people from Syria, number three is people from Afghanistan, and number four is also people from Yemen. So, as a matter of fact, I think a couple of people who apply for asylum in Gomen region are from Yemen. So, these are, let's say, the major country where the people are coming from. Отличный вопрос. Помимо граждан Украины, количество которых самое большое в плане заявителей, лиц которых адаптствуют о предоставлении защиты в Беларуси, на втором месте по количеству заявителей это граждане Сирии, на третьем месте выходцы из Афганистана, также четвертое, пятое место занимают граждане Йемена. Это я беру цифру по всей республике. Если брать конкретно по Гомельской области, если я ничего не путаю, это Украина, это сирийцы, и также здесь есть заявители с Йемена. Понятно, что большая часть этих людей едет в Беларусь в поисках лучшей жизни. Всегда ли они хотят жить и работать здесь по-честному? Андрей Николаевич, Тимофей, может быть, есть какая-то статистика в тему разговора? Ну, если взять 2015 год, то иностранными гражданами было совершено 307 преступлений за весь 2015 год, что на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, то есть 2014. В настоящее время за три месяца иностранными гражданами совершено 65 преступлений, что на 10% тоже меньше, чем за аналогичный период 2015 года. В основном преступления совершают граждане с отружественными государствами. В России это примерно 60%, в гражданах Украины это примерно 20%. Какие уже случаи? Неоднократно, правильно? Ну, в основном это преступление гражданами Украины совершается в зоне таможенно-пограничного контроля. То есть это контрабанда, это наркотики, это подделка документов. Если мы говорим об том, насколько они добросовестны или недобросоветны живут здесь в Беларуси, то среди местных людей, наверное, тоже можно найти недобросовестных. Нет, я бы поставил вопрос не так. Мне кажется, если брать приоритеты этих людей, то все-таки на первом месте у них стоит безопасность их самих и их семьи. Это самое важное, что они должны решать. И как только они решают вопрос безопасности, с правовым статусом, законным проживанием, у тех, кто уже дольше проживает, у них есть какая-то работа, они могут освоиться. И вы знаете, учитывая, что многие из них крутятся как белка в колесе, я думаю, что мысль о каких-то противоправных действиях, если возникает, то у нас на самом-самом отдаленной перспективе. Таким образом, в чем вы видите свою основную миссию? Как вы знаете, учитывая миссия УНХ в Беларуси, это первое, чтобы осуществить статус, в том числе, 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 в Беларуси, в том числе, в том числе, в Беларуси. So, мы являемся заметными, и мы работаем в близкий сотрудничество с различными министриями, чтобы ensure that the highest standard, в том числе, в терминусах, по диремотворения и надеяности, они интеграются в Рефужие. Это одна из первых элементов, технических помощников, по президенту. Второе, чтобы помочь с пациентами, поэтому, мы работаем с Американами. Ред Кросс, Медикол Волокер, Эволюшо. И с этими четырех партнерами, мы надеемся, что наши программы активности будут интегрированы в различных уровнях в социальных сетях и в любых регионах. So, эти две, let's say, главные компоненты. И, конечно, advocacy для общественного зрения, то, что мы, как агентство ООН, уполномоченно заниматься вопросами беженцев и лиц без гражданства, прежде всего заинтересованы, чтобы те международные стандарты, которые существуют в этой области, чтобы они нашли свое отражение в белорусской законодательстве и про применительные практики. То есть это одно из основных направлений нашей деятельности. Мы занимаемся мониторингом в этой сфере, мы постоянно находимся в контакте с правительством, с уполномоченными министерствами, ведомствами, для того, чтобы и дальше развивать ту хорошую в принципе, в целом, ситуацию, которая существует в этой сфере. Во-вторых, это непосредственная помощь самим заявителям, беженцам. Мы в этом плане, опять же, взаимодействуем и с государственными органами, и с неправительственными организациями, а именно наши партнеры – это Белорусское общество Красного Креста, это Белорусское движение медицинских работников, которое совместно с нами уже длительное время осуществляет проект «Служба по консультированию беженцев», которая оказывает правовые консультирования для беженцев. Это наш партнер – Общественное объединение развития, которое занимается информационной составляющей, то есть повышает знания, осведомленность о проблемах беженцев. И последний наш партнер – это Центр творчества детей и молодежи «Эврика». Он работает пока что в Минске, но мы пытаемся расширить деятельность и на Витебске, и Гомель. То есть они работают в основном с детьми и подростками. То есть это начиная от дополнительных занятий для тех, кто только приехал и хочет поступить в школу, начать обучение в школе и заканчивая какими-то, как раньше у нас были в школах в последних классах, получение специальностей для детей, выпускных в 10-11 классах и тому подобное. То есть это вот такой пул наших партнеров, при помощи которых мы оказываем помощь. И, конечно же, все это сопровождается регулярной деятельностью, направленной на повышение информированности. Как специалистов, так и общества в целом о нашей работе и о проблемах беженцев. И, конечно же, я не мог не забыть упомянуть моих коллег из агентств ООН, аккредитованных в Беларуси. Это прежде всего детский фонд ООН, ЮНИСЕФ, программа развития ООН и Международная организация по миграции. Последние особенно важны, потому что у нас с ними смежные мандаты. Мы работаем с беженцами, с вынужденными мигрантами, в то время как они работают с мигрантами в целом. Что это очень важно, и я забыла сказать, что мы должны понимать и понимать, что рефюги не миграции. Я понимаю, что в Беларуси есть еще один вопрос, и это связано с ИОМ. Вы имеете в виду много миграций из разных стран. И эти миграции двигаются по миграции, потому что они хотят для лучшей жизни, но в частности, для лучшей экономической жизни. Что сделает большинство между миграцией и регулярной миграцией, что миграцией уехали в их стране, потому что у них есть конфликт. И раз уж я завел речь об наших партнерах из международных организаций по миграции, я хочу сделать один акцент, он очень важен и для нашей работы, и для понимания ситуации в целом. Всегда следует разделять беженцев, как вынужденных мигрантов, и мигрантов обычных. Обычные мигранты – это в основном те люди, которые действительно не иностранцы, действительно они приехали из других стран, но они, если так можно вкратце выразиться, приехали к нам либо в другую страну по своей воле, совершенно верно, и для улучшения собственных условий для жизни. Это в основном трудовые мигранты и прочая категория мигрантов. В то время как беженцы – это люди, которые не по своей воле покинули свои дома, а либо были вынуждены, будь то вооруженными действиями, будь то преследованием в отношении конкретно взятого человека, семьи. То есть эту грань всегда надо понимать и разделять, и понимание ситуации улучшает понимание общей картины в целом. Действительно, деятельность вашей организации, ваша работа сегодня как никогда актуальна, и тем разговора, конечно, тоже, только вроде немножко утих кризис с переселенцами в соседней Украины. И что мы видим, Европу захлестнула новая волна мигрантов и беженцев. Жан-Ив, если бы у вас была возможность повлиять на ситуацию и сдвинуть ее, понятно, в сторону улучшения, что бы вы сделали? Вы ожидаете слишком много от меня? Нет, но я думаю, что это очень важная вопрос. Мы все надеемся, и это тоже один из, скажем, объективов Украины, чтобы сделать мир лучше. Так что, одна из решений, конечно, это, конечно, чтобы закончить конфликт вокруг мира, чтобы избежать тех людей, которые уничтожают своих домашних стран, чтобы идти в другую страну. Сегодня мы видим, что конфликт. Соответственно, я думаю, что в этом случае, в частности, я надеюсь, что страны в связи с конфликтами будут решены, политические решения, чтобы закончить конфликт, и чтобы позволить всех сирианцев, которые сейчас направляются на голову Европей, будет вернуться к своему роду. Конечно, основная проблема – что Сирия была северно уничтожена. И поэтому, в том числе, 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 мы должны создать условия вернуться, поэтому мы построим страну. И способствовать тому, чтобы все в этом мире осуществлялось мирным путем. Безусловно, в следствии этого могу сказать, что основная цель, которая должна преследоваться здесь, это нахождение благоприятного решения, политического решения данной проблемы, чтобы не было больше того конфликта, который заставляет людей покидать свои дома, бежать, спасаясь от преследования. Но проблема комплексная, на самом деле. Конечно, в идеале ситуация, если все утихомирится, что беженцы будут иметь возможность в последующем вернуться к себе домой. Но очевидно, что за долгие годы уже дляящегося конфликта в Сирии все было разрушено. И сами себе представляете, что какое время и усилия потребуются, и ресурсы для того, чтобы все восстановить. То есть, как видите, проблема носит комплексный характер. И много предстоит сделать для того, чтобы все восстановить до того уровня, как было перед тем, как эта катастрофа началась. Поэтому, резюмируя, могу сказать, что самое главное найти политическое решение этого конфликта, урегулировать ситуацию и уже в последующем решать проблемы, учитывая те нужды, которые есть у людей. Часто, когда заходит разговор о национальном вопросе, в голове всплывают десятки примеров национальной неприязни, которые то и дело происходят в большинстве государств. Вот в этом вопросе Беларусь исключение, и что за такое волшебное слово толерантность? Вы знаете, на самом деле, встречаясь с самими беженцами и работая с нашими партнерами, я могу сказать, что если из случаев какой-то нетерпимости проявляются, то я бы их назвал скорее единичными, а не устоявшейся практикой. К подтверждению тому могу сказать, к примеру, работая с коллегами из Белорусского общества Красного Креста, мы видели, какое большое количество гуманитарной помощи абсолютно добровольно, без всякого принуждения, сдавали люди, белорусы. К тому же, у них, я считаю, у белорусов есть достаточно хорошее понимание от того, что если человек находится в беде, ему необходимо помочь. Не помочь не из-под палки, а именно прочувствовать... От души, от чистого сердца. Все верно. И действительно, я считаю, что белорусы на самом деле достаточно серьезно помогали тем украинцам, которые к нам приехали. Безусловно, возникает время от времени и, возможно, где-то случаи. Но, опять же, я считаю, что это считаю, что это меньшинство. И, в принципе, даже те люди, у которых есть верят, которые исповедуют абсолютно искренне религии, это тоже часть, скажем, морали, которая предполагает помощь ближнему, тому человеку, который находится в нужде. Итак, прямо сейчас реклама на Беларусь 4. Буквально через минуту вернемся в студию и продолжим. Совсем скоро у нас в гостях певица Искуябалян. Партнер показа сеть фирменных магазинов «Гефест». Это программа «Добрый вечер, Гомель» и мы продолжаем. А мне подсказывает к нашему разговору подключилась очаровательная леди, популярная белорусская исполнительница, посол доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Искуи Абалян. Искуи, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Это взаимно. Искуи, рады видеть, подключайтесь к разговору. Что для вас такое емкое и такое широкое все-таки слово толерантность? Ну, мне кажется, это слово можно употреблять вообще в нашей жизни в принципе, да, толерантность, когда ты понимаешь и принимаешь чужое мнение, когда ты не воспринимаешь чужое мнение как личное оскорбление, когда ты воспринимаешь все, что происходит вокруг тебя не так, как ты себе это представлял, но это инакомыслие или там какое-то инакодействие не схожее с твоим пониманием. Оно имеет право существования. Абсолютно. Ну, это практически черта белорусов. Мы ведь такие толерантные, так обычно говорят иностранцы. Да и мы про себя. Или нет? Ну, я не знаю. Мне кажется, это такое слово, которое нельзя применять там какой-то одной национальности. Да, для кого-то толерантность это уже стиль жизни. Мы говорим сейчас о европейских странах. Мне кажется, у нас я не знаю, что вы сейчас имеете в виду, но у нас, слава богу, толерантность имеет какие-то рамки. Хорошо, когда она в основной части своей вписывается в довольно тактичное и допропорядочное восприятие этого слова. Искуи Абалян посол доброй воли. Вы знаете, для многих поклонников это неожиданная новость достаточно. Давайте расставим все точки нады. На самом деле есть Искуи Абалян как человек, который занимает ценное количество лет музыкой, творчеством. Есть Искуи Абалян как человек с какой-то активной гражданской позиции с какими-то взглядами на жизнь. Наверное, это каким-то образом привлекло моих теперь уже друзей. Как долго подбирали кандидата на роль посла доброй воли? Искуи, потому что она красивая женщина. Во-первых, мы выбрали Искуи, поскольку она красивая женщина. Она талантливая артист, очень знаменит в Беларусе. Это очень важно для нас выбирать человека, который известен в стране, где мы работаем. Во-вторых, главным критерием было, поскольку Искуи является известным и талантливым артистом, и выбирая на почетную должность посла доброволи, конечно же, наша организация ориентируется на известных людей в том конкретном государстве, где работает наш конкретный офис. И третье элемент это Искуи тоже есть какие-то роды в других странах. И therefore, в токе о рефюже и людей, скажем, о вершине или разных источниках, это очень sensitive к УНХР. Поэтому, конечно, в выборе Искуи мы взяли эти три элемента. И в-третьих, мы в своем выборе руководствовали в том, что Искуи тоже в какой-то момент приехала в Беларусь. То есть в жизни у нее есть определенная связь с той тематикой, которой мы занимаемся. И все, будучи вместе взято, легло в основу нашего окончательного решения и нашего предложения Искуи, чтобы стать нашим послом доброй воли. Итак, какие задачи сегодня приходится решать совместно с Искуи? Every year мы discuss и agree on программ of activities. в general, the first элемент that we ask Искуи is, of course, to participate in our World Refugee Day. Then we have different types of events. In particular, last year it was taking place in Gomel, but this year we will go to Brest. we have what we call ambassador tour, where we invite ambassador or representative of various embassies in Minsk to visit some refugee site or some accommodation center. So we hope that this year Искуи will be able to join this visit. Today she joined us because also of the photo exhibition and she had the opportunity to meet also refugees from Ukraine, from Georgia, from Syria. So all activities related to advocacy sensitization of the refugee related problem is very important for us and of course it's very important to have this way to be kind of advocate of the refugee cause. In first it's a series of events dedicated to World Day and other activities that are aimed at to increase awareness of work WKB and problem of b jim and other we have two years in 2015-2014 years we events with так называемые визиты с участием дипломатов, которые уже состоялись в Витебске и в Гомеле. Группа, делегация из послов и представителей посольств приезжали в ту или иную область и ознакомливались с работой с беженцами, которая ведется, и с тем, как люди живут, они встречаются с самими заявителями. Мы хотим провести аналогичные мероприятия в этом 2016 году в Бресте, предположительно. Надеюсь, что у ИСКИ будет возможность присоединиться к этому путешествию. Сегодня у нее получилось встретиться в кризисном центре с беженцами. Это были выходцы из Грузии, из Сирии, из других государств, которые приехали и находятся здесь, в Беларуси. Достаточно насыщенной жизни популярной исполнительницы добавилось еще большое количество мероприятий, акций. И добрых дел, в первую очередь. Ну, конечно, тут нужно признаться, что основные и самые добрые дела, которые параллельно идут с законодательством и с законами, которые созданы по этой линии развития помощи беженцам, конечно, лежат на плечах Жанева и всей команды, которая здесь работает, в этом отделе ООН. Поэтому я скорее как медийное лицо, с помощью которого можно и нужно привлекать внимание общественности к данному вопросу, потому что времена сложные, всегда нужно обращать внимание и, наверное, каким-то образом поддерживать людей, которые действительно оказались в безвыходной ситуации. Это может быть как в простой социальной жизни в нашей, так и связанной с какими-то глобальными изменениями во всем мире. Потому что сейчас, конечно, то, что происходит сейчас, это, ну, на мой взгляд, это на грани катастрофы. Потому что мир, он настолько зыбкий и он настолько, если там неделю где-то не стреляют, это уже такой успех, это за эту неделю сохранено там какое-то количество жизни, да. И если где-то не проехали танки, где-то не подорвались люди, это тоже огромное достижение. Мне кажется, конечно, это очень дико в наше время, когда можно созидать, можно путем каких-то достижений в науке, я не знаю, создания каких-то инновационных технологий. Получать удовольствие от жизни. Получать удовольствие от жизни, а получается как-то все наоборот. С октября 2015 года вы в роли посла Доброй Воли. Для этого что-то в себе приходилось менять? Я человек простой, на самом деле очень простой, человек, который никогда не жил в какой-то особенной роскоши, и которому близко любое состояние человеческого, я не знаю, горя, беды. У меня нет такого понятия, что для кого-то суп жидкий, а для кого-то жемчуг крупный, да. Или наоборот в этой поговорке. Мне не нужно было в себе что-то ломать для того, чтобы заметить, что человеку, который рядом со мной, каким-то образом плохо. И я не считаю, что это какое-то мое достижение. На самом деле, мне кажется, люди не должны, проживая эту жизнь, зацикливаться на каких-то своих проблемах. Иногда можно просто взять и сходить в больницу просто к какому-то человеку, которого ты не знаешь, и принести то, в чем он нуждается, потому что он может быть вообще одинокий на этом свете. И просто посмотреть, я не знаю, нам очень часто приходится, даже приходится это какое-то жесткое слово, мы часто бываем в онкологических центрах, мы видим нуждающихся детей. Детей, которые живут с капельницами, там, не один месяц, по полгода. И, возможно, это последние их месяцы. Это все очень тяжело и больно. Поэтому ломать в себе, видя, когда кому-то плохо и горе, мне кажется, это вообще какое-то кощунство. Это вот само по себе, вот это словосочетание, ломать в себе. Ну, поэтому просто нужно быть людьми, нужно быть людьми с большой буквы. Мы знаем, что родом вы из Киргизии. Тимофей говорил, что частично жили в России какое-то время, сегодня в Белоруссии. На самом деле, когда заходит такой разговор, у меня есть такой короткий ответ. Родилась в Киргизии, выросла в России, сама армянка, живой работой в Белоруссии. Поэтому как раз самым эпизодическим в моей жизни, в плане территориального проживания, скорее всего, была Киргизия, потому что мне было два года, когда я туда уехала. Выросла я в России, окончив там общеобразовательную школу, музыкальную, музыкальное училище. А уже высшее музыкальное образование я получала в Беларуси. Что для вас Беларусь сегодня? Вот такой короткий вопрос. Наверное, неоднократно задавали вам его, но... Да, ну я с удовольствием отвечу. Беларусь сегодня для меня – это тихая гавань, в которой я могу спокойно жить со своей семьей, жить, работать, развиваться. И мне очень нравятся люди, мне очень нравится страна, мне нравится природа, мне нравится чистота. И я каждый раз хочу вернуться сюда. Я не считаю, что кроме Беларуси нет ничего более интересного и привлекательного, конечно, есть. Но мне постоянно хочется вернуться именно сюда. Поэтому Беларусь для меня – это мой дом сегодня. Не зря заговорили о семье. Ко всему прочему, вы еще и любящая мать, мы об этом знаем. Как, на ваш взгляд, просто и понятно молодежи объяснять как раз-таки об этих вещах? О толерантности, скажем, душевности какой-то. Наверное, как с дочерью говорить об этом тоже? Пропагандой такой не занимаюсь. Мне кажется, это все воспитывается в семьях, внутри семьи. Даются самые основные, закладываются вещи. Особенно, когда ребенок в самом юном возрасте. То есть ребенок просто наблюдает за вашим отношением к жизни? Конечно. Я очень часто видела, когда, например, родители или оттягивали ребенка за руку от каких-то детей с дефектами. Для меня это непонятно. Нужно объяснять детям, что это такой же ребенок, но он особенный. Это одна лишь разница. То же самое можно употреблять в отношении других каких-то отличий, различий. Я не знаю, в социальном статусе или в быту нельзя. Мне кажется, когда ты закладываешь в ребенка какие-то ценности, нельзя превозносить материальное над духовным. Ну, нельзя. Ребенок должен развиваться, он должен стремиться к тому, чтобы быть самостоятельным, уметь зарабатывать деньги для того, чтобы их ценить, а не просто их бездумно тратить и как-то бесшабашно проводить свое время. Но, опять же, мне кажется, что вещать об этом нужно внутри семьи, с детского возраста просто вкладывать это в собственных детей. А потом, ну, знаете, говорят, не надо детей воспитывать. Живите правильно, а дети просто будут брать с вас примеры. По-настоящему философский разговор у нас получился. Философский добрый вечер. Обязательно поговорим немного о вашем творчестве. Геометрия – настоящий подарок 2016-го. Расскажите о концепции клипа. Клип вышел в 2015-м, в конце. Вот. И хочу сказать, что для меня это, конечно, огромный подарок. Я хочу сказать большое спасибо всей съемочной группе. Мы сделали это за один день. Сложно поверить. Только белорусским артистам это под силу. Правда. Мы сделали это за один день, потому что мы пытались уложиться в определенные временные сроки. Сначала мы хотели снимать на улице, но когда поняли, что погода нам не благоволит, и что мы навряд ли сможем за один день снять. Поэтому мы перенеслись в студию. И Юрий Добров, режиссер, вот у него была такая концепция сопоставить прошлое с настоящим. И в данном случае олицетворением прошлого и настоящего, наверное, я так думаю, на его взгляд, являются вот эти два молодых человека. Которые постоянно рядом с вами. Да, которые как бы борются. Ну, эти люди всего лишь события. Но мне кажется, что работа получилась стильная, она без лишних каких-то действий. Я очень благодарна своему балету, который очень стойко выносил все тяготы съемочного процесса. Мы сегодня поговорили о важной и, конечно, проблемной теме о жизни беженцев, переселенцев, касаемой и Беларуси, и любой страны во всем мире. Время подводить итоги. У каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в сегодняшнем разговоре. Наша Беларусь является достаточно стабильным государством, в котором мирно проживают граждане различных национальностей, вероисповедания, политических результатов, различных социальных статусов. И действующее законодательство Республики Беларусь обеспечивает конституционные права вынужденных мигрантов, а само государство обеспечивает их защиту. Ну а Гомельщина не только приграничная региона, но в первую очередь, наверное, гостеприимна и доброжелательна. Так точно. Дело в том, что у нас тут граница как с Российской Федерацией, так и с Украиной. И мы, как и является, как транзитным областью и достаточно... Другими быть не можем. Не можем. Мы всегда гостеприимная наша область, и достаточно большое количество иностранных граждан у нас остается здесь на работу и на учебу. У нас около двух тысяч иностранных, более двух тысяч иностранных студентов обучаются в высших учебных заведениях как города Гомеля, так и Мозыря. Что является показателем? Жан-Ив, Тимофей. Ну, я думаю, что это была хорошая возможность and it could be also another subject of discussion. UNHR is promoting also the group of statelessness person. Беларусь hosts more than 5,000 statelessness people which are mainly from CIS country and Central Asia. And we want, UNHR wants to put a particular emphasis in 2016-2017 on this particular group. And also we hope that Belarus is going to sign the convention and non-steadelessness. Я считаю, во-первых, что это отличная возможность побеседовать и пообщаться на такую важную нынче тему как беженцы, вынужденные миграции. Я уверен, что Беларусь будет и дальше работать в плане развития, повышения стандартов обращения с вынужденными мигрантами, даже лучше, чем страна делает это в настоящее время. В-третьих, хотел бы обратить внимание на то, что помимо беженцев наше агентство занимается такой категорией, как лица без гражданства. Это отдельная группа, число которых в Беларуси в настоящий момент составляет порядка 5600 человек по всей стране. И наше агентство работает в том числе и с правительством, во-первых, на предмет уменьшения количества лиц без гражданства, во-вторых, предпринимая действия, направленные на то, чтобы белорусская страна присоединилась к международным соглашениям в этой сфере, есть соответствующие две конвенции ООН по вопросам без гражданства. Надеюсь, что в том числе в 2016-2017 годах получат дальнейшее развитие работы в этом направлении, и эта группа населения также будет на повестке дня. Мы тоже будем на это надеяться. Тимофей, лично от вас несколько слов для зрителей белорусских. Ну, я буду достаточно краток, могу лишь сказать одно. Те вынужденные мигранты, беженцы, которые приезжают к нам, надо всегда понимать, что эти люди нуждаются в защите. Никогда не надо говорить о том, что любой иностранец, который приезжает в Беларусь, автоматически получает защиту. Существуют механизмы, которые позволяют дать статус беженца, дополнительную защиту тем, кто ее заслуживает, выявить тех, кто злоупотребляет данной процедурой. Те люди, которые совершали плохие действия в прошлом, есть и механизмы в отношении этих людей, они статус беженца получать не будут. Людей не надо воспринимать критически, надо разбираться в ситуации, которая существует, и понимать, что прежде всего беженцы ищут защиты, ищут крова, ищут помощи. И во многом от них самих зависит то, как они смогут адаптироваться в наше общество. Мы лишь можем им дать какую-то помощь, но в любом случае 80%, даже может больше, только за ними и за их усилиями. То, что говорил Тимофей, это действительно правда, что ту возможность, которую предоставляет Беларусь для беженцев, это действительно очень ценное. Но это не так много, как многим кажется. И сегодня, пообщавшись напрямую с беженцами, мы утвердились в этом нюансе, потому что они сами говорят о том, что да, сложно, да, тяжело, но мы преодолевая трудности, изучаем язык, мы стремимся к тому, чтобы получить работу. Вот только бы документы, только бы вот это. А это самое важное на сегодняшний момент, для того, чтобы у них пошла точка отсчета на законодательном уровне. Искуи, ваши поклонники, наши телезрители никак не простят нам, если мы отпустим вас без песни сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну что ж, спасибо.